Всем привет ребята! Досмотрел третий сезон сериала Королевство Фон Триера. Это такой очень интересный сериал в том смысле, что в какой-то степени это Твин Пикс Ларса Фон Триера. Такое сравнение кажется очевидным, само приходит на ум, хотя надо заметить, что сходство между ними в большей степени формальное, нежели в контексте содержания, нежели содержательное. И все же это своего рода работа всей жизни, как у Линча, что в момент, когда он был не таким уж известным, он снимал сериал, который стал культовым. Так и Фон Триер, когда был еще достаточно молодым режиссером, начал снимать сериал и в итоге уже, можно сказать, на старости лет его закончил. Так же, как, собственно говоря, и Линч снял третий сезон, вот буквально в недавнее время, скажем так. Однако, как я уже сказал, сходство здесь не содержательное, а формальное. Содержательное произведение Триера, конечно, совершенно о другом, совершенно для другого и в принципе выполнено, как на кинопоиске довольно верно отмечают, выполнено в абсурдистском ключе. А Твин Пикс, Линча, это, конечно, не абсурдизм, это чистый сюрреализм. И они с творческим методом Фон Триера не то, что не исходны, они, возможно, даже враждебны друг другу. Но это тема для отдельного разговора, и мы с вами его обязательно проведем. У меня помечено, что мы должны об этом поговорить однажды. Возможно, в рамках радиопустоты, а возможно и в рамках обзора полноценного. Ну, посмотрим, как пойдет, как у меня будет с силами, так сказать. Но в любом случае, значит, досмотрел я третий сезон Королевства и залез, как обычно, почитать рецензии. Я всегда читаю рецензии, отзывы для того, чтобы, возможно, что-то скорректировать собственного зрения, а возможно, для того, чтобы обнаружить какие-то интересные мысли, которые мы с вами сможем обсудить, как минимум. И вот в одной рецензии на третий сезон Королевства, а я хочу, да, отметить, что третий сезон вышел в 2022 году, то есть вот буквально в только что закончившемся году, да. Совсем новый, с пылу с жару сериал, точнее сезон. И вот в одной из рецензий было написано, что, рецензия профессиональная, не помню, кто автор, но профессиональная рецензия, написано, что Ларс фон Триер под конец, так сказать, своей творческой карьеры, а ей явно плохо карьере, потому что у самого Ларса фон Триера обнаружили Паркинсон, и он, у него очень быстро прогрессирует. Но под конец карьеры, короче говоря, фон Триер заделался самым настоящим сатанистом. Вот такой вот тезис в одной из рецензий. Я, конечно, не берусь рассматривать его объективность, скажем так, и оправданность, насколько это чисто фактически верно, я не могу сказать. Однако, меня эта мысль цепанула, что ли, мне стало интересно провести своего рода мысленный, мыслительный эксперимент. Попытаться рассмотреть карьеру Триера, ну, плюс-минус современную, да, то есть не с догмы начиная, а все-таки попозже немножко. И прикинуть, ну, вот, в контексте тезиса о том, что он двигался и в итоге пришел к сатанизму, рассмотреть его карьер. Понятное дело, что речь идет не о готических юношах и девушках на кладбищах, да, которые там кошку в жертву приносят демонюгам, а речь идет о такой больше лавейской интерпретации, да, сатанизма. То есть давайте сразу определимся, что это значит. Это, по сути, культ эгоцентризма. Это не столько христианская история, сколько история моральная, то есть отвергающая современную мораль, которая все-таки христианская, то есть связь-то есть, в угоду личным интересам, что как бы у тебя есть только ты, и твои личные интересы должны быть для тебя превыше всего. Это такой доведенный до абсурда, до максимума эгоцентрическая картина мира, да, такой солипсизм своего рода. И мне сразу захотелось, знаете, начать этот наш мыслительный эксперимент с фильма «Догвиль». Само собой, потому что во всех смыслах он действительно может быть назван сатанинским фильмом. Это своего рода месса, своего рода проповедь. Режиссер ставит нас в такие условия, да, при которых мы выбираем, так сказать, темную сторону, да, выражаясь терминами «Звездных войн», мы переходим на темную сторону, потому что светлой стороны здесь нет. Фон Триер ее буквально уничтожает. Я вам напомню сюжет. Молодая девушка в исполнении Николь Кидман приезжает, точнее прибегает в мелкий городишко, совсем мелкий, там буквально три дома, укрываясь от какой-то опасности. За ней по пятам идут какие-то гангстеры. В этом городке ее привечают. Ей типа помогают спрятаться от гангстеров. Но при этом, естественно, ее начинают эксплуатировать. Причем по ходу фильма несколько раз повторяется вот это выражение «добрые, благопорядочные жители Догвиля». И они ее начинают эксплуатировать. Сначала по чуть-чуть, потом все сильнее, сильнее, и в плотском смысле, скажем так, и буквально в рабском. И она все это терпит, терпит, терпит. А эксплуатируют они ее, потому что считают, что если они выдадут ее гангстерам, то гангстеры ее убьют. И, соответственно, она им типа должна, и поэтому они все на нее вот так наседают. Но в результате оказывается, что на самом деле она дочь главного гангстера. И тот ее, наоборот, умоляет вернуться. И в конце, когда над ней уже жители этого города наиздевались вдоволь, когда у нее заканчивается терпение, она просто выходит к гангстерам, ее родители, так сказать, дают приказ, и весь город просто уничтожают. И остается одна единственная собака. Собака безгрешна, в отличие от людей. Собака ее не эксплуатировала. И поэтому, собственно говоря, в городе Догвель остается в живых только одна собака. И таким образом оправдывается как бы его имя. Ну, тут можно массу придумать трактовок. На самом деле Догвель, потому что люди как собаки, а собака как человек единственная в этом городе. И все такое. Но логика-то не в этом. Логика в том, что в этом фильме появляется вот эта вот абсолютно лавейская мысль о справедливости, о справедливости, которая не спутана нормами морали. Ведь героиня Кидман по существу пытается отрынуть зло. Она пытается изъять себя из мира зла, из круга зла. И, так сказать, выехать на добродетели. Но добродетельные жители Догвеля в итоге заставляют ее вернуться к злу справедливости, скажем так. Им воздается по справедливости, объективно. Но в этой справедливости нет ни капли добра. Это, знаете, вот этот тонкий баланс, которого на самом деле не существует, который существует скорее в классической литературе, между справедливостью и зло. справедливостью и местью, скажем так. И вот она переступает это. То есть добрые и благочестивые жители Догвеля настолько сильно над ней измываются, что желание мести или справедливости в данном случае как бы решать вам становится сильнее. Ее желание жить по заветам, по канонам добра. Это уже вполне себе история, которая нас интересует в контексте данного разговора. И еще интересно, знаете, даже не столько этот сюжетный поворот интересен, хотя он действительно неожиданный и прикольный. Интересно то, что фон Триер действительно мастер своего дела. Можно его любить, можно его не любить, но то, что он играет с эмоциями зрителей идеально и очень уверенно, это факт. Никто из зрителей, насколько мне известно, по крайней мере, не остался равнодушным к финалу этого фильма. И в большинстве случаев людей охватывает такое неприятное и даже страшное ощущение. Он воспринимает концовку как воздаяние справедливое и потому вызывающее у тебя радость. То есть ты действительно рад, что этим ублюдкам, а местные жители показаны как ублюдки, откровенные, причем все, невзирая на это, на возраст, социальный статус и так далее. Этим ублюдкам воздается по заслугам. Ты радуешься этому. То есть фон Триер не просто выносит идею мстительной справедливости, выносит ее вперед. Он еще и заставляет вас под этим подписаться. вас как зрителя. Это уникальный эксперимент над собой, который очень не хочется повторять. Но уже тут видно несколько важных вещей. Во-первых, фон Триер абсолютно разочарован в людях. Если дать им душу, стремящуюся к добру, они ее испоганят. Это сто процентов. Не... Не поганых людей в этом догвиле, который можно распространить чуть ли не на весь свет, не существует. Все они, за исключением, конечно, собаки, которые безгрешны, напомню, все они заслуживают только одного. Стирание, так сказать, из реальности. И все. И... На это намекает и отсутствие стен. То есть, если вы помните, догвилль так поставлен, как будто это театральное какое-то представление. Все живут в домах, у которых нет стен. Абсолютная бутафория. То есть, они схематично намечены на полу. И все. Нет смысла скрываться. Нет смысла что-то скрывать, потому что эти люди погонь. Абсолютная погонь. И... Ты, во-первых, от них никуда не денешься. А во-вторых, таким образом, тебе дают возможность понаблюдать за ними пристальней. И понять, что... Сострадать им нет никакого смысла. Они не заслуживают сострадания. Это уже действительно идея из... Из списка, скажем так, основных идей Лавея. Следующий фильм, о котором хочется поговорить, это, конечно, Антихрист. Собственно говоря, знаете ли, само название уже о многом говорит, но это, конечно, формальный признак, который нельзя считать сколь-нибудь значимым в нашем разговоре. Но просто забавно. Я вот, когда думал о том, о чем мы сегодня говорим, мне пришла в голову такая мысль. Представьте себе, что мы воспользуемся, да, символизмом в большей степени христианским. Если посмотреть на верования про Антихриста, это вроде как ребенок, который должен родиться уже вот таким вот, да. То есть он рождается во многих упоминаниях, во многих мифах он рождается типа мертвым, потому что он из ада. И в этом отношении фильм Антихрист интересно поставлен. То есть, вот знаете, когда я его смотрел первые разы, меня мучил вопрос, а кто, собственно, такой в фильме Антихрист-Антихрист? Кто имеется в виду? Явно не муж, да, в исполнении Дефона, сколько я помню. Явно не Шарлотта Генсбур. Она, да, она такая одержимая, получается, девушка. Ближе к концу фильму она прям показывает все признаки именно одержимости вот в таком средневековом ключе. Но кто там Антихрист? Они оба не тянут на эту роль. И вот если рассматривать, если мы продолжаем наш мыслительный эксперимент, да, у меня тут ложечка, видите? Если продолжать наш мыслительный эксперимент, мы приходим вот к чему. Фильм ведь начинается с того, что они потеряли первенца, семья. И тут, и тут у меня возникает мысль, что если символизм этого сюжета заключается в том, что они, по сути, породили Антихриста. Просто он в фильме не участвует. Нам показывают семью, отмеченную вот этим вот следом пробудившегося зла где-то там сзади, да, далеко позади в прошлом. И они не могут от этого оправиться. То есть, вот родилось зло, но все это показано на основе семьи, потерявшей ребенка. То есть, вот такая история. Это, конечно, очень сильная натяжечка, но я сейчас больше о другом. То есть, в мире фильма Антихрист, в мире, который полностью опутан, так сказать, сетью, да, членовредительства, хладнокровного садизма какого-то, еще чего-то, в этом мире удивительно злым, удивительно эгоистичным кажется вообще все. и этот лес, в котором они приехали, типа, для того, чтобы как-то пережить трагедию, да, и, само собой, разборки между мужем и женой. У каждого из них своя правда, причем безумная правда, особенно у героини Генсбург, и ради этой правды они готовы на все, то есть, полностью отсутствует какой-либо моральный закон внутри них, да, зато звездное небо над головой огромное. Это как раз лаваистика чистой воды. То есть, если для Канта одинаково велико звездное небо над головой и моральный закон внутри, то данным фильмом фон Трир буквально уничтожает эту идею морального закона внутри человека. И тогда человек остается один на один с этим звездным небом, холодным, абсолютно холодным, беспристрастным, с этим черным лесом, который скорее таит опасности, чем спасение, да. И вот в такой ситуации люди оставленные, люди обезбоженные, скажем так, начинают проявлять свою животную сущность. Безусловно, эгоцентричную, но и животную. И вот об этом же, что самое смешное, будет в дальнейшем фильм «Меланхолия». И опять, опять, вот это очень важный, интересный, на мой взгляд, момент, потому что это такая параллель, которая идет по всему творчеству Триера. И она связана с выбором актрисы. Героиня Генсбург Шарлотты играет одного и того же персонажа. Это очень интересно. Она играет человека обезбоженного, человека, лишившегося надежды и лишившегося какого-то внутреннего внутреннего содержания. В «Меланхолии» происходит то же самое. Перед лицом вот этой гибельности, которую несет комета, падающая на землю, Шарлотта оказывается, героиня Шарлотты оказывается опустошенной. И мы можем сделать вывод, что для Триера именно из опустошенности проистекает то, что вот этот рецензент назвал сатанинскими какими-то вайбами. То есть из опустошенности рождается действие и рождаются как ни странно силы жить. В дальнейшем в «Нимфоманке» героиня Шарлотты полностью опустошенная. Буквально в том состоянии, в котором она была ближе к концу меланхолии, будет найдена и допрошена, скажем так, но в конце она возвращается к действию. То есть из этой опустошенности рождается что-то. И если мы рассматриваем линию фильмов фон Триера как какой-то плюс-минус единый сюжет, несмотря на то, что у него разные главные герои, то возникает вполне логичная идея, что дом, который построил Джек и его главный герой это по сути перерождение героини Шарлотты из «Нимфоманки». Это продолжение буквально «Нимфоманки». То есть один и тот же герой в разных телах, с разными лицами, разного пола, но он продолжает двигаться вот по этой странной дороги, которая ведет к третьему сезону Королевства. Третий сезон Королевства, я напомню, не просто продолжает эту линию, он еще ее и показывает в, так сказать, миниатюре, всю эту линию. То есть появляется еще один персонаж, который пытается спасти Королевство, пытается помочь добру, так сказать, которое в нем заточено, не упасть во зло. Там же появляется герой Дефо, который, ну, по сути, демоническая форма Джека из фильма «Дом, который построил Джек». То есть он продолжает существовать, он стал демоном. Герои Триера, все его герои в итоге стали демонами. И в результате Королевство не спасено. Давайте пару слов о Королевстве, чтобы понять, о чем я вообще говорю. Королевство это название некой больницы, которая была выстроена на прудах для ополаскивания белья. Вот почему-то так. Это что-то фольклорное такое, шведско-датско-норвежское, да? И там по сути происходит прорыв инферно, проникновение дьявола в мир. В первых двух сезонах его удалось, если не сдержать, то по крайней мере временно остановить. За это отвечали определенные персонажи, которые постоянно опаздывали на место событий, но в итоге каким-то образом умудрялись ситуацию разрулить. И все же в финальной серии второго сезона, которая была снята году в 98-м, по-моему, было показано, что зло непобедимо. И вот в 22-м году выходит третий сезон, в котором уже простите, в котором уже в финале зло не просто не проигрывает, оно побеждает. То есть добро полностью проигрывает. Королевство попадает в ад к чертовой бабушке со всем, что в нем есть. И это очень важный, как мне кажется, момент, потому что именно об этом видимо говорил рецензент. Королевство проваливается в ад к чертовой матери. На крышу королевства опускается вертолет, в котором сидит подозрительно похожий на самого фон-триера сатана. И его приветствуют местные демоны, которые подготовили для него плацдарм. Вот, собственно говоря, и все. Возникает такая вот аналогия с сатанизмом самого фон-триер. То есть фон-триер ведь никак не оценивает негативно такую концовку. Наоборот, он подбивает итог, вот такие, знаете, клиньями подбивает. Не просто сериал, он подбивает итог своей карьеры и своей жизни. Мы уже с вами говорили о другом контекстуальном смысле работ Триера, о том, что он в большей степени рассказывает про право творца творить все, что угодно. То есть, это опять же эгоцентрическая позиция. И если творец способен делать все, что он хочет, то королевство можно не спасать. Королевство не нуждается в спасении, а даже если оно и нуждается в нем, фон Триер, как художник, имеет право его уничтожить. Именно это, как мне кажется, символизирует финал королевства. И вот у нас с вами возникает такой вопрос. Зачем вообще было снимать сериал, если королевство, за которым многие следили, многие не только ужасались, но и радовались этому сериалу, зачем его в конце было уничтожать? То есть он снял третий сезон для того, чтобы уничтожить место действия. На самом деле, на самом деле, и это опять же формальное сходство, Линч с Твин Пиксом с третьим сезоном сделал то же самое. Он его буквально уничтожил. Он уничтожил место действия, вернув, так сказать, агента Купера в реальный мир, из которого он выпал в Твин Пикс когда-то, да? И вот фон Триер сделал то же самое. Он уничтожил королевство. Понятно, что символически этот жест означает завершение его карьеры. Он, правда, говорил, что он не собирается особо завершать карьеру, но будет пытаться как-то работать, с учетом того, что он весь трясется, потому что у него Паркинсон. посмотрим, что он еще наработает, конечно, но королевство это в принципе финал. Финал, в котором сходятся и его авторские амбиции, о которых мы говорили, и то, что рецензент назвал сатанизмом, то есть его крайне эгоцентричная позиция, то есть эгоцентричность возносится в абсолют. Он как бы вот мысль последняя формулирую. Фон Триер показывает, что он абсолютно разочарован в людях, абсолютно разочарован в жизни. И вопрос теперь стоит следующим образом. Если режиссер настолько разочарован, почему он должен радовать, баловать эту аудиторию? Если художник имеет право на все в рамках своей художественной работы, и он полностью разочарован в жизни и людях, получается, что фон Триер добился именно вот этого лавейского такого возвышения. Он работает ради себя, ради того, чтобы высказать кому-то кому высказать кому-то свое, так сказать, непочтение. Вот и все. И наш мыслительный эксперимент в итоге заводит нас куда? заводит нас к тому, с чего по сути мы начали. К тому, что фон Триер действительно последовательный поклонник лавея, причем не только в идеологическом аспекте, но и в аспекте, так сказать, эстетическом. Ну, вы знаете, что Антон Шандер очень любил всякие разгульные мероприятия типа оргий праведников, да? Что вы, кстати говоря, можете заметить в фильмах типа Идиоты фон Триера, там все это есть. Любил различные какие-то символические шаги и жесты, которых у фон Триера все больше и больше с каждым фильмом. И поэтому действительно все это описанное рецензентом имеет право на существование. Но мы, конечно, не будем этого утверждать. Мы просто с вами рассмотрели путь становления вот такого вот пророка темной церкви в виде фон Триера. Это гипотетическая история. И все же стоит отметить, что фон Триер действительно во-первых, довольно мрачный режиссер. Он начинался как мрачный режиссер, им же и заканчивается по всей видимости. Мы, конечно, будем надеяться и ждать его новых фильмов. Ну, или хотя бы сериалов, или хотя бы короткометражек. Но уже очевидно, что фон Триер не только не вернулся обратно, скажем так, в какое-то мещанское телевизионное счастье, да, он его старательно разрушал и разрушил. И очевидно, что его идеальный зритель это не человек, который будет заниматься переосмыслением всего ценного, да, переоценкой всего ценного, как какой-то нитшанский пророк. Собственно говоря, в этом отношении получается, рецензент был совершенно прав. Пишите, что думаете вы на эту тему, какие еще примеры можете вспомнить, можно ведь вспомнить и догму, и тех же идиотов, и много других фильмов фон Триера. Я уверен, что они под наш мыслительный эксперимент вполне подойдут. Хотя возможно у вас есть иные трактовки, делитесь ими в комментарии, а я с вами прощаюсь, что-то горло у меня сегодня прямо устало, до новых скорых встреч, ну и с наступившим вас, конечно, давайте, пока. Субтитры